На грани чрезвычайной ситуации находится состояние предприятия «Саратов Водоканал». Об этом журналистам рассказал глава регионального правительства. Свою третью пресс-конференцию за три года правления Валерий Радаев провел на площадке Музея трудовой и боевой славы. Подробнее в материале Екатерина Ковальчук. Пресс-конференция прошла в непривычном для губернатора месте в музее. И это не случайно. Открытие Музея трудовой славы стало одним из значимых событий в регионе. Построен он полностью на средства спонсоров и горожан. Ни копейки не было потрачено из бюджета. Говоря о последнем, глава региона подчеркнул, что в этом году удалось сократить бюджетную часть государственного долга на 750 миллионов рублей. Результатом работы правительства должно стать принятие уже в 2016 году без дефицитного бюджета региона. И инструментов решения этой задачи у чиновников несколько. Один из них – оптимизация расходной части бюджета. Привели в эффективную работу тарифную политику сначала нашего общественного транспорта. И мы сегодня компенсируем пока, потому что так устроена система, два вида. Это пригородная часть перевозок, это самая у нас затратная. И, конечно, железнодорожный транспорт, который тоже, видите, какие колебания имел. И мы в разы, уже начиная с января, так как отдали процесс начисления Министерства защиты, в разы почти наполовину сэкономили уже ресурсы. Не остался в стороне и вопрос импортозамещения. Сейчас, по мнению губернатора, область способна по многим позициям обеспечивать себя продуктами первой необходимости, а также поставлять товар в другие субъекты страны. И западные санкции в этом вопросе являются скорее стимулятором развития, чем тормозом. Мы по производству молока и производству мяса КРС и рыбы себя 100% не обеспечиваем на территории Саратовской области. 95-90%, а по рыбе вообще там на 20%, если брать только свою обеспеченность. Но вот в этой части мы поставили перед собой задачу. Почему условно мы так быстро сегодня не сможем решить эту проблему? Там надо примерно несколько лет, от трех до пяти лет, чтобы более быть правдивыми, понятными в этой части и более стабильными. Намного хуже обстоят дела с состоянием водопроводной сети города. По словам губернатора, ситуация находится на грани чрезвычайной, и решать эту проблему необходимо сегодня. Ведь в зимний период на сетях водоканала были зафиксированы около 200 аварий. По словам главы региона, на ремонт изношенных труб необходимо почти 5 миллиардов рублей. Таких средств в бюджете региона, а уж тем более города, не предусмотрено. Подход должен быть один. То есть нужен инвестор, который практически за несколько лет, не десятков, а за несколько лет, конечно, поменяет это состояние. Что делается в этой части? Сегодня полный аудит именно состояния водоканала в городе Саратове, полный мониторинг. Весь расклад, городская власть практически завершает подготовку. Схожая ситуация и с областными дорогами. Плачевное состояние автотрассы-магистрали уже привлекло внимание федеральных властей. На частичный ремонт дорог из бюджета страны в ближайшее время могут быть выделены 800 миллионов рублей. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов. В рамках встречи также был затронут вопрос о стадии возведения международного аэропорта в Соборовке. На сегодняшний день его строительство приостановлено. Возобновятся работы лишь в конце лета. Это связано с корректировкой проекта. Сроки сдачи в эксплуатацию нового аэропорта пока сдвигать не планируют. Глава региона заверил, в 2017 году объект точно будет введен в эксплуатацию. Субтитры создавал DimaTorzok